Всем привет! В последние годы в развитых странах пошел движ по процессу декриминализации, а в некоторых случаях и использовании в качестве рецептурного лекарства такого вещества, как метилен, диокси, метамфетамин или сокращенно МДМА. Другое популярное название – экстази. Появилось довольно много рандомизированных клинических испытаний, так что есть что сказать объективно. Этот выпуск ни к чему не призывает и не пропагандирует. Информация дается только в ознакомительных целях. На 2020 год наше сегодняшнее вещество нелегально во всех странах СНГ. У нас тут пока коронавирус, евро 90 и другие заботы. Что это такое? МДМА отличается от других амфетаминов из-за присоединения метилен-диокси группы, которая структурно похожа на галлюциноген мискалин. В общем экстази – это гибрид амфетамина и мискалина. В чем фишка МДМА? Тут нужно познакомить вас таким термином как Break-Throw Therapy. На русский переводится примерно как Прорывная Терапия. Этот статус присваивает FDA – Министерство Здравоохранения США. Еще немножко будет аббревиатур. В общем FDA дает прорывную терапию каким-то перспективным штуковинам в мире фармацевтики. Этот статус не означает, что все супер, давайте выведем лекарства на рынок. Это скорее приоритетное рассмотрение и ускорение регистрации, если предварительные данные говорят о высокой эффективности лечения выше, чем все, что сейчас существует. Такой статус сейчас есть у экстази и псилоцибиновых грибов. Грибы продвигаются для тяжелых форм депрессии, а экстази – для посттравматических стрессовых расстройств. И сейчас выделяю две основных причины, почему эти наркотики станут лекарствами. Первая причина. Экстази и грибам присвоили эти статусы уже несколько лет назад, и я пока не видел ни одной новости от FDA, что все фигня, грибы опасны, расходимся. Если вы видели подобную новость из США, напишите в комментах. До тех пор, пока этого нет, проекты развиваются, и вероятно через 1-3 года вы услышите по телевизору… Некий препарат на стадии клинических испытаний, предварительно одобренный за океанским медздравом. Что тяжелой формой депрессии лечится псилоцибином. Якобы невероятно эффективный в борьбе с психическими расстройствами. На месте задержания злоумышленников побывал председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Вторая причина. В августе вышел отчет CDC. Это уже центр по контролю и профилактике заболеваний, тоже США, больше аббревиатур не будет. Вот с такой вот интересной инфографикой. Для сравнения, в 2019 году симптомов тревоги и депрессии было почти в 3 раза меньше. Представляете, сейчас каждый десятый задумывается о самоубийстве хотя бы раз за последние 30 дней. Пожалуй, тут не нужно никакого медицинского образования, чтобы понять, что все не очень хорошо. Тревог и депрессий становится больше и как нельзя кстати будет изучение новых антидепрессантов со статусом прорывной терапии. Так что проекты развиваются, а тех, кого надо лечить, становится больше. Теперь давайте подробнее про экстази. Все как вы любите. Эффекты, на что влияет, какие риски и как себе починить мозг. Эффекты. Основные мотивы при приеме МДМА это значительное улучшение настроения, доверия и эмпатии. В целом это и есть базовый эффект, почему вещество продвигают для лечения ПТСР. В прошлом году сравнили пользователей разных наркотиков по шкалам эмпатии. Оказалось, что именно группа с экстази набрала больше баллов по эмоциональной и когнитивной эмпатии. Больше, чем в группе алкоголя или любителей других наркотиков. График роста общительности на экране. Видно, что дозировка в полтора миллиграмма на килограмм довольно неплохо облегчает коммуникабельность. Что интересно, люди больше говорят позитивных слов под воздействием наркотика, рисунок также на экране. Процент негатива же не отличается от плацебо. Наверное, поэтому вещество стало самым популярным на рейвах и фестивалях электронной музыки. Ну а чего? Движ, плюс настроение, плюс желание поговорить. Видимо, кому-то пришла в голову идея. Раз эта наркота повышает разные положительные чувства, то давайте дадим экстази тем, кому уже вообще ничего не помогает, кто видел слишком много дерьма этого мира, людям с тяжелейшими психотравмами, кому хуже уже не будет. И вдруг как понеслось, процент положительных исходов начал превосходить все существующие формы лечения по ТСР. ПТСР это не когда тебя уволили с работы и ты чё-то приуныл. Или когда тебе 18, и ты впервые расстался с девушкой. Этот диагноз получить вообще непросто. Более того, он еще условно делится на тяжелую, среднюю и легкую форму. В среднюю и тяжелую попадает все самое ужасное, что вы можете пережить. Например, это участники серьезных боевых действий, службы быстрого реагирования, а также бывшие заложники, люди пережившие пытки, изнасилования и прочую подобную жесть. И вот, в середине этого года выходит отчет после 12-месячного наблюдения тех, кому 2-3 раза давали экстази, плюс проводили 8-часовую психотерапию на фоне. Ну, мало ли, эффект держится только в момент приема, типа упоролся какой-то химией, полегчало, а через месяц все по-прежнему плохо. Но тут 97% через год говорят об улучшениях симптомов ПТСР, средней и тяжелой формы. А до этого были данные, что преимущества сохраняются и через несколько лет после последнего сеанса МДМА и психотерапии. Ну и конечно логичный вопрос, что такого это вещество делает с мозгом, если люди, пережившие худшее, что можно представить, возвращаются к относительно нормальной жизни. Как обычно все крутится вокруг дофамина и серотонина. Как гибрид амфетаминов и психоделиков, вещество просто не может не влиять на эти два нейромедиатора. Поэтому пока их опустим и акцентируемся на двух других моментах. Окситоцин. Недавно в университете Новой Зеландии упомянули еще один возможный механизм такого социального эффекта МДМА, помимо известных всем серотонинов и дофаминов. Это окситоцин. Он растет в 6 раз после приема МДМА. Если что, это много. Два года назад заметили, что некоторые сразу могут стать экстравертами только из-за отличий в генах и полиморфизмах, связанных с окситоцином. На рисунке видно, насколько сильно переплетены между собой эффекты МДМА и окситоцина. Тут и стремление быть среди людей и снижение интроверсии и желания обнимашек. Страх. Экстази ухудшает мозговое кровообращение сразу в нескольких областях, одна из которых – миндалевидное тело. Это наш центр страха и агрессии. Грубо говоря, зона мозга, которая заставляет вас бояться, начинает отключаться. Исходя из механизмов действия, можно склепать что-то похожее на МДМА, но легальное. Рубрика «Чем заменить наркоту» Ацетил-Л-тирозин 500 мг плюс 5-HTP 100 мг плюс закапать себе аптечного окситоцина 1-2 ампулы, либо нанести на волосы. Последнее звучит странно, но сейчас так бывает лечат социофобию. Нельзя использовать беременным. Ну зачем? Как это пошло? Это вообще… Дело в том, что… И втираешь мне какую-то дичь. Если вы начали уже угорать, вот вам рисунок сравнения приема экстази – верхний 3 и закапывания окситоцина – нижний 3. Судя по баллам проницательности или взаимопонимания – это правые графики – чистый окситоцин реально похож на экстази. К слову о заменах, есть интересное исследование из Бразилии. В общем, там часто продают силдинофил под видом МДМА. В России силдинофил больше известен как Виагра. Наверное, люди сочли эффекты от этих веществ похожими. Это информация в тему к предыдущему ролику о сексе. Теперь о темной стороне будущего лекарства, о том, что не все так прекрасно с этой таблеткой для счастья. В настоящий момент экстази нелегальна, а значит нет контроля за его производством. Отсюда вытекают риски, что будут примешаны другие вещества, недостаточное или избыточное количество самого действующего вещества, непонятно где это и как все хранится, риск тюремного заключения. Когда вещество будет в аптеках, будет и контроль со стороны регулирующих органов. И видимо первая страна с экстази в аптеке будет США. Экстази вообще сильно бьет по эмоционально-мотивационной системе. Тот случай, когда один день эйфории, а потом неделя депрессии. По некоторым данным экстази может настолько сильно ударить по системе серотонина, что восстановление займет годы. Например, 4-дневное введение МДМА приматом убивало серотониновые нейроны в некоторых областях мозга на 7 лет. Выборка маленькая, частота приема высокая, но все же. В другом исследовании показано, что МДМА гиперактивирует Д1-дофаминовые рецепторы, из-за чего также портится и память. Ухудшается ее кодировка и извлечение. То есть забыть прошлое может быть полезно как раз при ПТСР, но никак не при обычной жизни. Когда важна хорошая оперативка и запоминание больших объемов данных, скажем адвокатам, то это сделает вас тупее. Также и с мозговым кровообращением в миндалине. Страха, конечно, будет меньше и память хуже. Но это плюс только для тех, у кого уже психика чем-то травмирована. Экстази, как и грибы с ЛСД, это своего рода миксер для мозга. Личность действительно меняется долгосрочно. Лечение. Итак, что удалось найти по восстановлению мозга? Витамины. Взгляните на рисунок и просто почитайте. Оказывается, что простое добавление витамина С в момент приема экстази и после, через неделю восстанавливает уровни серотонина до нормы в данных на животных. А вот вам вырезка из данных за 2018 год. Добавление витамина Д в дополнение к антиоксидантам снижает хронические нарушения гиппокампа, вызванных МДМ. Поэтому обычные мультивитамины уже неплохо сохранят мозг. 5-HTP. Эта добавка предшественник серотонина. МДМА истощает серотонин и сразу в двух исследованиях сказано, что если использовать эту добавку, то и уровень нейротоксичности будет ниже. Или проще говоря, это подушка безопасности для серотониновой системы. Как и в автомобиле, она не гарантирует спасения, но будет точно лучше, чем ничего. Да, тут все данные на животных, были бы на людях, говорили бы о них, поэтому работаем с тем, что есть. Тирозин. Добавка L-тирозин или более современная N-ацетил-L-тирозин поможет сохранить уже дофаминовую систему. Эти добавки вообще необходимы всем любителям стимуляторов, предтреников, энергетиков и крепкого кофе по утрам для снижения вреда мозгу. Особенно, когда замечаете, что появляется нечто вроде истощения, но не физического, а скорее в мотивации. Ну и конечно есть данные в пользу ЗОЖа, спорта. Более спортивные животные испытали меньшее ухудшение работы мозга после крупных доз экстази. Про спорт и достаточность сна уже понятно, наверное, всем. Это универсальный способ улучшить состояние организма. Что ж, обобщим. Итог. В настоящее время в развитых странах экстази продвигается как лекарство. И скоро должно быть одобрение FDA США. Пока данные за превосходящую пользу МДМА в сравнении с другими типами лечения для ПТСР, тревоги, депрессии и социальной тревожности. В наших постсоветских странах вещество, очевидно, еще с десяток лет будет нелегальным, поэтому сразу забудьте. Тут есть окситоцин, тирозин и 5-HTP. Пока можно. Вред от экстази связан с эмоционально-мотивационной сферой. Может возникнуть тяжелая депрессия, может станет пофиг вообще на все. Исчезнут все желания и амбиции. Есть много данных за ухудшение памяти. Ну и конечно же закон. В России это вещество наркотик. Что ж, надеюсь выпуск получился непредвзятым и по фактам. Старался использовать только свежие исследования. Все ссылки, как обычно, в описании под видео. Если такой формат зайдет, подождем одобрение грибов в США. И запишу обновленные данные еще и по ним. Удачи и до скорого.